Культ поход Добрый день, очень рады Первое лицо, так хорошо Филармония, это первое лицо, ошибся? Да нет, все правильно По-моему, совершенно правильно И гости нашего города, которые в очень скором времени выйдут на сцену на Шавяцкой филармонии Дуэт баянистов из Новосибирска СИБ-дуо Александр Сироткин и Андрей Бетюцких Добрый день Александр, Андрей, добрый день Ваше выступление в филармонии состоится 9 декабря И это далеко, конечно, не единственное мероприятие Вот в эти предновогодние дни традиционное учреждение культуры очень богато на события Ну, как ведь говорят, в декабре месяц сенокосный В декабре Это музыканты Ну, так, собственно, филармония, это музыкальное учреждение, как не верти Я напоминаю, что по правилам культпохода вы будете еще и вопросы задавать нашим слушателям Они будут отвечать 211-101 Можно нам дозвониться и выиграть всевозможные призы Билеты, книги и так далее Мы с Николаем Гультом В том числе и те самые концерты, о которых мы будем сегодня говорить Хорошо Ну что, сразу переходим к 9 декабря, чтобы времени не терять Я думаю, да, потому что это ближайший концерт, поэтому слово, наверное, нашим гостям Давайте нашим гостям из далекого города Новосибирск Я читаю на сайте Тольяттинской филармонии, где вы выступали совсем недавно Об истории вашего дуэта В 2007 году, когда вы учились в Новосибирской консерватории И по просьбе преподавателя вы объединились в ансамбль Ну, видимо, в дуэт или в ансамбль Чтобы помочь третьему студенту сдать экзамен Экзамен был сдан И вы так и продолжили выступать вместе Решили помогать и следующим студентам сдавать экзамен И консерваторию, вот написано, что вы заканчивали вместе И с той поры вы прям какие-то спортсмены Кубок мира и трофеи мира у вас есть в запасе уже завоеванные Что дуэт одержал победы во всех значимых международных конкурсах баянистов и аккордеистов Во всех, то есть все, дальше уже некуда идти Без скромности давайте мы познакомимся с вами, уважаемый Александр и Андрей Александр, начинайте Ну, если говорить про конкурсы, то это действительно так Мы единственный в России коллектив дуэт именно Который одержал все победы на всех конкурсах Который есть, я так называю, в баяно-аккордеонном мире Вот, и конкурсы проходили в самых разных странах В частности, вот один из самых сильных конкурсов, который мы выиграли, был в городе Зальцбурге Это был Кубок мира как раз Это Австрия? Да, это Австрия для того, ну, можно сказать так, на родине Моцарта Вот, и для того, чтобы туда попасть, нам нужно было получить туда путевку своеобразную То есть мы должны были выиграть еще несколько конкурсов или стать лауреатами конкурсов Вот, в частности, в городе Клигентали В Германии мы выигрывали конкурсы, трофеи мира выигрывали Он был, кстати, в Самаре Который проводил достаточно известный человек Сергей Войтенко в нашей стране Баян Микс известный Вот, и он организационные все моменты брал на себя Вот, но это был 13-й год, потом был 14-й Вот, и когда мы победили в Клигентале, мы получили путевку в Зальцбург Вот, и в Зальцбурге мы выиграли этот конкурс Но помимо этих конкурсов у нас были еще Что вы исполняли непосредственно на этом конкурсе? Вы знаете, у нас всегда направление достаточно академическое, классическое Мы играем различные переложения, свою музыку играем Мы в нескольких В смысле, свою? Да, именно свою Написанную самостоятельно Да, самостоятельно И на сольных концертах мы играем Вот, и у нас есть еще направление джазовой эстрады Вот, где мы также в этих конкурсах участвовали по направлениям Кстати, в городе Кастельфидардо мы выигрывали эту эстрадную категорию Кастельфидардо, это где? Да, Кастельфидардо это в Италии В Италии Да, это в Италии очень сильный такой, сильный конкурс Вот, где мы играем в сочетании с таким инструментом, который называется мелодика Или пианик Вот у нас Андрей играет, он может быть более подробно Это такая разновидность губной гармоники Губной гармошки вот Только большая, да И клавиша, как у фортериана Вот клавиша такой, довольно затруднительный инструмент, мне показалось Нелегкий, не простой Потому что у него есть очень специфическое звукоизлечение То есть надо контролировать Сами его освоили или учились, брали уроки какие-то? А вы знаете, наверное, все пошло с времен обучения еще в училище музыкальном В те времена назывались так Меня дирижер посадил в ударные Я хоть сам учился на баяне Но он меня посадил в ударные, где я благополучно освоил все, что там есть Всю кухню И как-то с тех времен получилось так, что могу взять любой инструмент И достаточно быстро освоить его То есть где-то посмотреть, где-то поучиться Где-то просто сообразить, как это должно делаться И как-то вот с этим проблем никогда не возникало Но кроме баяна, то у вас второй инструмент фортепиано-то был В любом случае вы на фортепиано-то играете Клавишное освоить вам не составляет труда То есть вы, вот сколько вам сейчас лет, признаетесь? 31 31 31-32 И вы к этому возрасту уже прям в мире все завоевали, все, что можно Неинтересно, наверное, дальше? Мотивация не пропала вообще? Неинтересно, наверное, дальше? Нет, конечно, все только начинается Что еще можно выиграть в баянно-аккордеонном мире? Мне кажется, сейчас можно просто творить, да? Не знаю, грэмми получить, извините, что я об этом... Но, кстати, это вы не первый, кто сказал в эту нашу поездку Потому что, на самом деле, если говорить про наш тур Это у нас, вот Киров у нас последний концерт в туре Мы ездим уже с 21 ноября А потом домой возвращаемся? Да, сейчас возвращаемся на домой У нас несколько концертов там с оркестрами в нашем регионе Там, вот, в Кемеровской области два концерта с оркестрами Вот, а так мы уже посетили Липецк, Тамбов, Тольятти, Набережные Челны Мы играли концерт, даже слетали в Махачкалу Вот сейчас мы прилетели с Махачкалы, с Дагестана Играли там концерт, филармонии Как публика воспринимала? Да, вы знаете, очень хорошо, потому что мы играли Мы знали, куда мы едем, мы привозили несколько лесгинок туда На баяне На баяне Вот так звучит на баяне Я уверен, я не шумеваюсь Да Но, и вы знаете, на самом деле, нас удивило то, что они умеют слушать музыку барокко Мы играли очень много музыки барокко Это очень тонкая музыка, которая... И мы приглушили свет, там был очень такой необычный момент Когда мы репетировали, в филармонии отключили свет Нарочно? Не знаем, что произошло, не знаем, что произошло И Андрей сидел на сцене И вот это ощущение, когда он заиграл Баха Цицилиану Я говорю, слушай, надо так и сделать Нужно приглушить в зале свет И пусть люди... и нас только подзвучат немножко В смысле, подсветить Ну да, софиты немножко есть Да, и вот это ощущение создать вот этого вот такого И это было замечательно Мы сами даже на сцене как-то подловили такой вот Ну, не знаю, кайф, драйв, я не знаю, как еще такое Удовольствие получили от такой находки С нашим оркестром уже познакомились? Познакомились с маэстро, с Александром Николаевичем Мы имеем в виду оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина А маэстро это Александр Чубаров, главный дирижер этого Александр Николаевич, честно признаться, здесь находится Он как-то скромно сегодня отсел в сторонку Вот здесь такие звезды мировые Скромно сел в стороне Итак, давайте перейдем непосредственно к вашему выступлению 9 декабря, 17.00 Большой зал Вятской филармонии 6 плюс ограничения Что это будет за программа? Название мне понравилось Двойное о баянии Красиво сделано Рассказывайте Тут понятно, нас двое А баяние, да, очень такое красивое слово Имеющее такое творческое начало И непосредственно в этом слове есть слово баян И поэтому как-то вот так у нас соединилось это И нам кажется, очень ярко и отражает суть этого концерта Вот, тем более, что концерт будет в двух отделениях А два отделения будут достаточно разных У нас есть такая концепция, которую мы развиваем с народными оркестрами Первое отделение — это музыка оригинальная или серьезная музыка Достаточно академическая Ну, например, мы будем играть современного композитора Наталью Хангу Это очень интересная, очень необычная музыка Очень ритмичная, такая упругая Ну, скажем так, в широком распространении пока ее нету Но баянисты очень любят эту музыку Она, кстати, приезжала к нам в Липецк специально на концерт Чтобы послушать свои произведения в вашем исполнении Да, то есть это был такой эксперимент у нас с ней Потому что мы ей предложили... Вообще, эта пьеса написана для соло-баяна с оркестром с народным И мы ей предложили сделать для двух баянов с оркестром Сделали там еще одну партию То есть с ней это все обговаривали И она в Липецк приехала с дирижером с Осиповского оркестра, с Виктором Кузовлю И где он сам дирижировал Они очень хорошо знакомы, очень дружат давно И он играл ее музыку в первом отделении особенно Играл ее музыку самую разную, написанную для народного оркестра В частности, вот мы восемь восьмых играли на этом концерте Ну и вообще, в принципе, играем в первом отделении Так, что еще попадет уже, если говорить о следующем отделении? Можно еще немножко из первого отделения Будет музыка классики, будет глюк, будет знаменитая мелодия из оперы Орфея Вредика И вы знаете, играя эту музыку с народным оркестром Она приобретает какое-то необычное, совершенно магическое свойство, качество То есть мы сделали такую инструментовку, где вначале идет Как будто Орфей играет на своей арфе Как, знаете, как слезы капают Вот эти вот пиццикаты и флажолеты, домровый и балайшный Звучит очень-очень интересно, очень проникновенно А еще будет пьеса замечательного скрипача, очень известного Пабло Сарасате Написана пьеса была для двух скрипок Ну, практически все дуэты, которые бывают, да То есть и дуэты скрипок, и дуэты там балайки, или дуэты домровые Все любят эту пьесу Она очень яркая, очень светлая, лучезарная Добавим немножко солнца в наш морозный зиму В общем, вы ее тоже освоили? Да Ну да, и инструментовки, конечно, все, которые сделаны Они, как я говорил, как нас спрашивают, что за инструменты, почему они звучат как-то по-новому Вот, и мы, что эти все инструментовки сделаны нами Мы их все перерабатывали очень многое время Потому что играли, что-то было, не звучало не очень Потом опять, то есть этот процесс был достаточно долгим Вот, ну а вообще вот этот вот проект СИБДО и Оркестры народных инструментов Мы его развиваем Вообще в том году у нас было три коллектива в ноябре, в декабре Три разных, из разных городов Да, из разных городов Это был Барнаул, Перми, Магадан у нас было Вот, в этом году уже больше Вот, на следующий год мы планируем еще, то есть увеличить количество оркестров И, конечно, на следующий год у нас немножко поменяется программа Особенно в первом отделении будет серьезная, вот как Андрей говорит Больше оригинальной музыки К сожалению, в этот раз композитор, который писал для нас, Артем Нижник У нас есть такой, который переехал с Донецка к нам в Россию Сейчас живет в Санкт-Петербурге Это наш друг, невероятный просто человек Вот, и он пишет для нас дивертисмент Для двух баянов и Народного оркестра Но, к сожалению, в связи с его переездом и с различными трудностями Он не смог дописать То есть 90% где-то было написано Но мужика совершенно просто бомбовая такая Ну, к следующему-то году К следующему году обязательно, да Он мне пишет до сих пор, ну что он там Вот, но я думаю, что мы ее сделаем Ну, давайте, чтобы некую такую черту подвести В нескольких словах Что для вас вот в целом и общем значит сотрудничество именно с Народными оркестрами? Вы знаете это... Поскольку оно важно для вас, значимо для вас как музыкантов? Очень важно для нас, потому что это, как я называю, это, наверное, Если я могу так сказать высоко, может быть определенная миссия для нас Потому что мы должны поддерживать своих коллег Мы должны играть с Народными оркестрами Это должно быть обязательно Давать новый репертуар Вот Но если хотите, могу сказать, возбуждать на творчество Чтобы у музыкантов горели глаза Вот мы в Липецке, когда приехали, да То есть было такое ощущение, когда они потом после концерта выходили Я им говорю, вы как будто нас энергии сносите со сцены Это действительно было так То есть когда загораются глаза у музыкантов, у маэстро, у дирижеров Это, ну, дорогого стоит Мы вот, это одна из наших таких целей, когда мы играем с Народными оркестрами Вот Ну и, конечно, чтобы и зритель был доволен, чтобы ему нравилось Поэтому мы постараемся быть максимально искренними на сцене, да Отдавать себя То есть это... Александр Николаевич, насколько вас заводят, вдохновляют Вот репетиции сейчас с ребятами, я понимаю, что вы в сторонке немножко Но вот получаете удовольствие большое от работы с ним? Да, я его начал получать год назад, когда только увидел Музыканты рады оркестра народного, да Ну что, 9 декабря, большой зал, да, нашей ветерской хармонии Двойное обаяние, судя по всему, будет суперинтересным Да, 6 плюс Мы прерываемся на небольшую паузу, затем продолжим нашу беседу Культпоход Продолжается программа Культпоход У нас в гостях Андрей Скальный, руководитель левятской филармонии Дуэт баянистов СИБДО из города Новосибирска Александр Сироткин и Андрей Бетюцких Андрей Борисович, мы еще хотим, да, сообщить нашим слушателям О последующих мероприятиях Что вам, на что вам хотелось бы обратить особое внимание Ну, декабрь месяц это традиционно предновогодняя история И если уж начинать с чего-то, то я бы, наверное, обратил внимание на то, что Традиционно уже на протяжении многих лет Вятская филармония готовит и предложит нашим зрителям, слушателям В основном, конечно, детской аудитории, мюзикл, который называется История трех поросят на новый лад На самом деле, несколько лет назад мы для себя Какую-то определенную форму подачи материала музыкального, театрального выбрали Мы все-таки музыкальное учреждение Нам сложно соревноваться и конкурировать с драматическим искусством Да, с нашими театральными коллективами Поэтому мы в очередной раз делаем музыкальный мюзикл Который, ну, базируется, если хотите, на Вятском симфоническом оркестре имени Раевского И мы приглашаем к участию в этом мюзикле талантливых молодых людей, детей, наших солистов Это будет музыкальная детская сказка Традиционно у нас долгая получается новогодняя история в зале органной и камерной музыки Я просто специально перед эфиром сегодня посчитал Сколько новогодних праздничных мероприятий филармония покажет нашему кировскому зрителю Так вот, в органном зале пройдет музыкальная сказка 12 месяцев 41 раз И на площадке большого зала нашей филармонии вот 11 музыкальных представлений Вот это история о трех поросятах О трех поросятах То есть, ну, давай, 41 плюс 11, 52 Возрастное ограничение есть там, Виколай? Возрастное ограничение для трех поросят 0 плюс 0 плюс Это детская история, абсолютно детская Ну и уж перейдем к взрослым мероприятиям Я, конечно, с удовольствием приглашу на встречу 12 декабря с нашим солистом Исполнителем, известным человеком в городе, Константином Юдичевым Это лауреат международных конкурсов Автор и исполнитель Это большая, серьезная работа Кости И мне бы хотелось, чтобы зритель пришел и посмотрел, как Я ему говорю неоднократно в последнее время, что Костя растет Костя растет и в творческом плане, и в музыкальном, и в артистическом Поэтому мне бы хотелось, чтобы как можно больше зрителя посмотрело на нашего любимого исполнителя 12 декабря, 18.00 Поэты и певцы ушедшего столетия Песни из эпидемитора Булата Акуджау, Владимира Высоцкого, Леонида Утесова, Муслима Магомаева и Георга Утсес Очень разнообразная Ну и поскольку все-таки праздник Новый год это не только детский праздник, но и для взрослых Мы уже традиционно готовим программу, которую мы называем обычный Новый год в кругу друзей В этот раз 21 декабря, 18.00, мы приглашаем на встречу еще с одним известным кировским музыкантом Это Юрий Шевченко и его коллектив группа «Апрель» Я думаю, что эта программа будет интересна любителям эстрадной, скажем так, песни 80-х, 90-х, даже, может быть, в какой-то части 70-х Это некая такая ностальгическая программа Очень, как всегда, энергичная, заводная Хорошей музыки, хорошего текста, поэзии Концерт будет сопровождаться хореографическими еще какие-то композициями Шоу-балет И нам бы хотелось, чтобы этот вечер был не только в зале, но он продолжится и в фойе второго этажа после То есть это большая предновогодняя программа для людей Шесть плюс Мы любим радовать Пускай люди придут и порадуются Это будет интересно 21 декабря, еще раз напоминаю, филармония, 18.00 Ну, давайте обратимся к нашим слушателям Николай, предлагаю быстренько напомнить, что у нас сегодня в розыгрыше билеты Драматический театр, 9 декабря, 18.00, клинический случай, 13 декабря, 18.00 Мифы и легенды, театральные вятки, 16.00 и 12.00, возрастное ограничение В театре кукол, воскресенье, 9 декабря, в 11 часов, принцесса, карамелька, 0.00 Кинотеатр, дружба, любой фильм и любой сеанс также у нас Пригласитель на двоих на очень крутую фотовыставку «Дикая природа России» Совместный проект галереи прогресса Кировской и журналы National Geographic России, ограничение 0.00 Книги от магазина «Читай город» Лев Берников, «Дерзкая империя», «Нравы, одежда и быт» Петровской эпохи Татьяна Мирная, «Записки учительницы», Ксения Букша, «Рамка» Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 или Ленина, 103А Также у нас есть пригласительные на выставки Выставочный зал Вятского художественного музея в Невоснецовых Николай Жолобов «Восхождение к себе» и азбука Петра Фролова Новая выставка, обе выставки «Ноль плюс» Ну и сейчас вот те призы, которые у нас появились сегодня, в том числе благодаря нашим гостям 9 декабря, 17.00, двойное обаяние с участием дуэта баянистов СИБДУО и Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина 6 плюс, еще раз напоминаем, возрастное ограничение И 21 декабря, эстрадный ансамбль «Апрель» под руководством Юрия Шевченко Программа «Новый год в кругу друзей» и ограничение 6 плюс Вот так что игра стоит свеч Вопрос давайте слушателям зададим Кто у нас, ребята будут задавать первый вопрос? Андрей, Александр, Александр, задавайте Ну давайте, хорошо Мы тут подумали просто, какой вопрос задать Все-таки, так как мы играем на баяне, мы решили спросить Сколько в главе уже баяни? Это был один из вариантов Но все-таки наш инструмент достаточно сложный в конструкции И спросить просто у зрителей, из скольких деталей состоит Деталей? Да Или частей, скажем так Деталей именно Деталей, ну то есть в каждой болте, каждая кнопочка Ну и конечно дадим, наверное, варианты Варианты, конечно, дать лучше То есть состоит из 500 А 2500 2500 Или 12000 О, 500, 2500 или 12000 деталей Я себе представил, такое соревнование по полной сборке и разборке баяна Так представь, 2500 деталей или 12000 деталей И опять на место все Хорошо На пару месяцев соревнования Ждем ответов, я думаю, что мы хорошо подогрели интерес В том числе к вашему выступлению Вот уже звонок есть 211-101 Вы в прямом эфире, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр Александр, ну ваш ответ Две попытки Две попытки мы напоминаем, даем Не расслышал Так не было такого варианта Было 500 Две с половиной Две с половиной тысячи Две с половиной Неправильный Вот уважаемые баянисты говорят, что нет, неверно вы отвечаете Осталось два варианта Да, и одна попытка 500 Увы Вы не угадали Да, тот веселый случай, когда следующий позвонивший, если он запомнил правильное число, мы его больше не называем Можно стать победителем 211-101 Два выстрела сейчас в небо было Так, ну, неужели из такого количества деталей состоит баян? А, кстати, да, несколько слов Недоверие, да? Да, несколько слов Недоверие, трудно себе представить такое количество деталей Не могу не поинтересоваться Несколько слов об инструментах, на которых вы сейчас играете Что это, откуда они Необычные, наверняка, инструменты Ну, в этом году, да, у нас был такой достаточно серьезный шаг вообще для любого музыканта Это приобретение нового инструмента И они мастеровые у нас Ну, двух новых инструментов Да, двух, конечно, двух, естественно, да, потому что По отдельности На тех инструментах мы играли больше десяти лет, которые у нас были до этого Вот, а эти инструменты фабрики Юпитер Юпитер? Московская фабрика, да Наши отечественные инструменты Конечно, конечно Но они считаются одним из лучших Вообще, они считаются лучшими Вообще, в принципе Где должны делаться лучшие баяны, если не в России? Вот, поэтому, да То есть, и в этом году мы приобрели, это был большой шаг Сколько по секрету, скажите, стоит профессиональный концертный баян? Ну, хотя бы порядок Давайте, скажем, от и до Ну, давайте Сейчас где-то, наверное, от 800 тысяч до, ну, там, полутора-двух миллионов Ничего себе, то есть, среднее, миллион с чем-то, да, у нас? Миллион двести Сейчас нам скажут, сколько там запчастей Мы узнаем, сколько стоит каждая из них У нас есть позвонившие, которые желают отличиться Да, вы в эфире, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Светлана Да, мы вас узнали, наша постоянная слушательница Мой ответ 12 тысяч Так, не было такого варианта-то? Был А, был А, был Мне 12 с половиной, послушайте Хорошо, хотел вас смутить, запутать Ладно Это действительно правильный ответ У вас просто других вариантов, Светлана, не было Ну что, пойдете на выступление ребят И нашего Оркестра Ружеских Народных Инструментов? Апрель, я пойду апрель А, вы на апрель пойдете? А, апрель филармония Апрель филармония, да 21 декабря, 18.006 Ага, спасибо Ваше право, да У нас еще будет 13 минут культпохода Но это уже после рекламы, полторы минуты мы делаем паузу Культпоход Мы снова в эфире, это программа Культпоход Сейчас напомним, кто у нас в гостях У нас в гостях Андрей Борисович Скальный, директор Вятской филармонии И наши гости из города Новосибирска Знаменитый дуэт байанистов СИБДО Александр Сироткин, Андрей Бетюцких Да, в Кирове будет последний в рамках этого тура концерт Александр и Андрей Они возвращаются домой, в Новосибирск 9 декабря Новый год хоть дома будете встречать уже, да? Конечно А как у вас там, корпоративы какие-то новогодние? Нет, не принято, не грешите этим Да, мы перестали Перестали Я просто представляю, что ребята, у которых баяны столько стоят Сколько же стоит корпоратив с их участием Ну, я понимаю так, что Вы тоже можете быть востребованы, безусловно, в этой волне во всей новогодней Ладно, продолжаем Следующий вопрос хотелось бы нашим слушателям озвучить Кто у нас? Андрей будет? Давайте Андрей, внимание, 211-101 Название нашего коллектива СИБДО Ну, ДОО тут понятно, по-итальянски два А как переводится СИБ? Что спрятано в этом названии? СИБДО С Новосибирском никакой связи? Отчасти да, но я-то не совсем Я-то думал, что это с Новосибирском, но к Новосибирскому именно привез Ну вот Ну вот бы хотелось послушать полный ответ, так скажем СИБДО А, кстати, да, у нас же есть возможность Есть возможность у нас послушать Ребята, мы принесли, да, ведь мы что-то на электронном носителе Я его спрашиваю, нашего звукорежиссера Максима Максим, ничего не было? Ничего не передавали? Что? Три песни только Три песни? Вы что-нибудь приносили с собой? Вообще-то приносили Приносили ведь Ну, а можем сейчас послушать, что исполняем Можно было бы с камерным оркестром Александр и Андрей Давайте послушаем Немножко мы послушаем Буквально минуту мы, я говорю, нашим редакторам Если вы висите сейчас на линии Вот просим немножко подождать Ну, все-таки музыка Давайте хотя бы услышим Да, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо Это где запись была сделана? Ну, это один из концертов В Санкт-Петербургской политическом институте Вот чувствуется хорошая акустика Слышно там Да, и вот, кстати, там В сочетании с баяном Вот Андрей играет соло А я играю на шейкерах У нас есть такие произведения Да, есть несколько пьес Где мы используем другие музыкальные инструменты В частности, и кавказский барабан И шейкеры И вот Андрей играет на пианике В сольных концертах Когда мы выступаем Как раз это все будет На концерте 9 декабря На концерте Такое, что будет Да, будет Во втором отделении точно будет жарко Ага, ага Хорошо Это надо слышать Это надо слышать обязательно Что, вернемся к нашему названию Сибдо Есть вариант, наверное, наших слушателей Добрый день Добрый день Так, как вас зовут? Меня зовут Алексей Алексей, как вы думаете Что значит слово Сиб В названии дуэта Сибдо Ну, я так предполагаю Сиб это С Новосибирска у нас Дуэт Наверное, что с Сибирью связано Сибирский дуэт То есть вариант Сибир Ну, мы вот об этом как раз говорили Мы об этом говорили Но, наверное, есть что-то еще Это половина Да, половина Давайте подумаем еще Половину призов Мы же вам половину не можем билеты вручить А вручим? А что же делать? Отрежем? Ну, давайте вместе подумаем Андрей, Александр, подскажите еще А я вам сейчас подскажу Да Так Это, видимо, аббревиатурка какая-то Да, там просто Ну, да То есть мы Как мы говорим Дуэт рожден в Сибири Это понятно А вот именно в Сиб Еще есть зашифровка небольшая Да, вот смотри Алексей Алексей Да, вот внимательно Сибирская магистраль Не-не-не Смотрите Смотрите Мы сейчас акцентируем внимание Николай сейчас акцентирует внимание Просто мы говорим в дуэте В котором состоят Александр Сироткин и Андрей Бетюцких Вот подумайте еще Немножко Сироткин и Бетюцких Сочетание фамилии Ну, конечно Союзом и соединенные Да Подковали с нами Ну, вот теперь все ясно Теперь Как совпало Теперь запомните на века, что называется Вот это, видимо, долгая жизнь И тогда это предстоит Ну, что ж Да, Алексей, что выбираете? Мы настаиваем, чтобы вы на выступление пошли Конечно, я собственно из этого И позвонил Вот, вот, наконец-то Не кладите трубочки Наш редактор вам объяснит Как вы попадете Девятое декабря На концерт Двойное обаяние С участием того самого Дуэта, о котором вы сейчас только нам рассказали И Вятского оркестра русских народных инструментов Имени Шаляпина Да Андрей Борисович Вы приготовили вопрос Вопрос у него всегда есть Ну, у меня есть вопрос Я уже сегодня упоминал о том Что в Вятской филармонии Проходит несколько Ну, если точнее Семь сезонов Новогодние сказки Мюзиклы Для Ну, не только для детей Скажем В формате Симфонический оркестр Плюс Плюс действия на сцене Скажем так Семь лет назад Первая Новогодняя история Которую мы показали Кировскому Вятскому зрителю Это были Новогодние приключения Маши и Вити У меня простой вопрос Кто автор музыки Этого мюзикла Кто Машу и Витю написал Совершенно верно Так 211-101 Остается совсем немного времени Четыре минуты Буквально до завершения Культпохода Много у нас еще Чего не разыграно И театры И книги И выставки И так далее Маша и Витя Ну, классика Пусть думают Мы будем за них думать Да Если поговорить О планах дуэта Как раз Пока нам дозваниваются Сибдуо Вы пока отдыхаете Очередной тур Когда? Помимо концертной деятельности Мы еще преподаем У нас есть студенты Мы работаем В музыкальном колледже В Новосибирске А вот пока вы на гастролях? Ну, у нас уже выработанная Такая система У вас отпуск, видимо Как бы там Академический Как бы да Но они находятся Постоянно в тонусе Наши студенты То есть они Сейчас век Технологий Они записывают видео Мы с ними работаем Если уезжаем На большие туры То есть мы Они постоянно в тонусе Но вот они Недавно То есть нас нет Они стали лауреатами Международного конкурса То есть ездили Мы их постоянно Консультируем По видео Если уезжаем надолго Ну, надо То есть когда выезжаете надолго Они становятся лауреатами А когда мы приезжаем Они побеждают Ну, надо понимать Вы такой Блестящий весьма Да Очень огромный пример И огромный стимул Да, даете тем самым Для своих воспитанников Заниматься Да Это на самом деле Непросто Для нас Потому что Это и отъезды И так далее То есть это Ну, вообще Работа с детьми Это, конечно Затрата невероятная А дети какого возраста У вас? Нет, у нас есть дети Которые занимаются Еще три У нас были Начинали в 10 лет Ребята учили Сейчас им уже побольше 12-13 лет Так Или студенты уже до 20 В общем, они вас ждут Да Сейчас мы приезжаем Они будут сдавать экзамены Ездили на конкурсы Сейчас и так далее Но вообще У нас Как бы Мы сейчас заканчиваем На 17-го числа Последний концерт Там в нашем Недалеко от нашего От нашей области В Кембридской области Мы играем концерт С оркестром А потом у нас январь Мы всегда оставляем Для себя свободный Подготовка Подготовка И с новыми программами И с февраля месяца Мы начинаем опять туры То есть у нас У нас и будет И Калининград И Литва И очень много концертов В Белоруссии Концерты Вот И поэтому В общем, снова в дороге В дороге Достаточно много будет Так, принимаем звонок Алло, добрый день Вы в эфире Как вас зовут? Алло, здравствуйте Меня зовут Светлана Это, наверное, Геннадий Гладков Написал Абсолютно правильно Геннадий Гладков Наш великий Советский 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 Абсолютно правильно Что вы выбираете В качестве приза? А можно на 13 декабря В театр? 13 декабря Вы имеете ввиду Торжественное открытие Года театра Мифы и легенды Театральной вятки Да, 12 плюс Конечно можно Это когда Три наших кировских театра Соберутся вместе И что-то сделают О чем никто нам не говорит Не говорили Вот мы пытались Мы пытались Все театры Все театры молчат Мы готовим На что не скажем Да Пожалуйста, не кладите трубку Да, возрастное ограничение У этого праздника 12 лет плюс Ну что, рок-н-ролльчик еще Да нет, я думаю Лучше песенку споем Песенку споем Давайте песенку споем Мы имеем ввиду Про гражданскую авиацию Конечно День гражданской авиации сегодня Мы вместе с слушателей Всем таким огромным коллективом С удовольствием споем Да, час назад Летчиков, бронеба Просто я вспомнил Что сегодня Международный день гражданской авиации А у нас со слушателями Принято не только им вопросы задавать Но еще и творческие задания Вот в честь этого дня Позвоните нам И что-нибудь исполните Куплетик или может быть припев Что-то такое посвященное самолетам Небу И так далее Что мы там исполняли в первом Т-часе? Девушки потом А, девушки потом Ну, не считая того Что мы с тобой еще тут успели Не дожидая звонков Добрый день Алло Здрасте Здрасте Как вас зовут? Александр Александр, что будем петь? Александр, третья попытка у вас до сегодня? Да, да, третья попытка Я надеюсь, успешная Третья попытка Ну, давайте Какую шоу будем исполнять? Вы нас предупредите, мы подпоим Исполняем Да Стюарда, сапоги, и нежанна А боже, я мать, ты и желанна Ангел мой неземной Ты повсюду за мной Стюардесса по имени Жанна Отлично Спасибо Ну что, третья попытка у вас была гораздо более удачная Я думаю, приз Мы сейчас вас переключим на нашего редактора Потому что времени уже немного И вы выберете с ним вместе приз, который вы получите Итак, еще раз повторяем даты тех концертов Вятской филармонии, о которых мы сегодня говорим 9 декабря, 17.00 Двойное обаяние Сибдо, дуэт и Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина 6 плюс 12 декабря Константин Юдичев, вокал-гитара Поэты и певцы ушедшего столетия Андрей Сандало фортепиано 6 плюс И про апрель мы еще говорили Да, апрель у нас выступает 21 декабря Странный ансамбль «Апрель» Вот у меня уже куда-то и афишка убежала Практически все сказали Апрель, Новый год в кругу друзей После концерта танцевальные программы еще Ну и начинаем с 30 декабря 11 представлений «История 30 на новогодний лад» Мюзикл Не 11, 41, по-моему Нет, это всего 41 А, всего 41 Мы говорим еще про зала органной музыки Да, да, да Там с 20 декабря О, там еще раньше Вот там будет очень много Спасибо большое Всем успехов творческих И не только До свидания Спасибо До свидания До свидания